Готовы? Поехали. Александр Чумаев, вступительное слово о бюджете как таковом, структуре, источниках наполняемости. Прошу вас, две минуты. Добрый день, друзья. Хочу приветствовать всех, кто пришел на этот привык стол. Он является знаком на сегодняшний день. Из чего же сформируется бюджет? Мы все привыкли формировать самостоятельно бюджет домашний. Мы знаем, откуда у нас берутся деньги, на что мы их тратим. Местные бюджеты формируются из двух составляющих. Первая составляющая, на которую, в принципе, повлиять особо невозможно, это транспорты из госбюджета. И это налоги, которые платят бизнес. И вторая часть, которая формируется именно за счет деятельности непосредственно самого города. Это прибыль коммунальных предприятий, это доходы от реализации, опять же, тех же коммунальных предприятий. И оказание услуг населению, административных услуг. Каким образом и насколько эффективно тратятся городские деньги, очень сильно зависит, сможет ли город в будущем году реализовать все программы, которые заложены в этот бюджет. Поэтому общественность на сегодняшний день собралась именно для того, чтобы проанализировать бюджет городской с точки зрения поступления, то есть его доходной части, и с точки зрения эффективности использования расходной части. На что эти деньги конкретно расходуются. Поэтому я предлагаю перейти конкретно к выступающим по каждому направлению. Я Игорь Лядов, гражданский корпус УЗОВ, Хайковское отделение. Я хочу сказать, что действительно такой знаковый момент, когда общественность впервые объединилась ради контроля власти. Этот процесс начался немного ранее, когда мы совместно с некоторыми депутатами пытались добиться больших прав для громады в вопросе участия в жизнедеятельности горсовета. И в частности вопрос по бюджету, он очень щепетильный, потому что очевидны те факты, что имущество и средства громады используются нерационально. Некоторые выдержки из бюджета, в частности Кричево-языцех Парк Горького, на который выделяются нереальные суммы, по которым идут уголовные дела, на которые тратится больше денег, чем на образование в городе. Реконструкция светофорных объектов, на которые тратится более 100 миллионов. Безусловно, дорожное движение это очень важный аспект жизнедеятельности города, но не настолько важный, чтобы тратить более 100 миллионов гривен на эти объекты. В частности, из проекта бюджета мы можем выделить такие пункты, как зоопарк, на который тратится 26 миллионов гривен, и в частности на строительство нового объекта в том же раху около 3 миллионов гривен. Да, животных нужно любить, о них нужно заботиться, но не в прифронтовом мегаполисе, где даже у переселенцев есть нормальные условия для жизнедеятельности. Таких пунктов много, я думаю, сегодня мы это все услышим, и более подробно по каждому будет сказано. Спасибо. Спасибо еще раз, ребята, для пришедших. 7 минут выступления, 3 вопроса. За одну минуту до окончания я поднимаю руку, обозначая вам 60 миллионов. Итак, общий анализ бюджета. Евгений Лисичкин, Демальянс, пожалуйста, Антон. Ну, во-первых, в этом бюджете в этом году выделяется на поддержание жилищного фонда домов ОСББ, ЖК и ЖБК 7 миллионов. На дома коммунальной собственности, так называемой коммунальной собственности, выделяется 90 миллионов гривен. Позиция Демальянса уже достаточно давно в том, чтобы на дома коммунальной собственности, где не берут жители ответственность за коммунальную собственность свою, вернее, это принадлежит им конкретно, в том числе и подвалы, и крыши, и так далее. Если жильцы не хотят брать ответственность за свой дом, то выделять деньги из городского бюджета не нужно вообще, потому что эти деньги, как правило, пропитаны коррупционной нишей, как правило, лоббируются ремонты домов только там, где пролоббирует департамент жилищного хозяйства и депутаты, близкие к департаменту жилищного хозяйства. Если мы посмотрим, у нас 8800 домов богатоквартирных в городе Харькове, и из них каждый год ремонтируется вот этой суммой, 90 миллионов на выделение домов коммунальной собственности, порядка 60 домов. У нас в аварийном состоянии больше 60% домов. Можно посчитать, что мы так будем ремонтировать выделениями по 90 миллионов еще 300-400 лет. Они каждый год приходят в невозность все больше и больше. Второй момент – это выделение на коммунальную газету «Харьковские известия» 9 миллионов, больше 9 миллионов. Это еще в прошлом году. Мы заявляли о том, что это есть единый портал актов Харьковского городского совета, где согласно закону публикуются все решения Харьковского городского совета, исполкома Харьковского городского совета. И тираж газеты в 5000 не решает проблему ознакомления харьковчан с теми решениями, которые принимает Харьковский городской совет и исполком Харьковского городского совета. То есть выделение денег, тем более принят закон, но так как харьковские известия, к сожалению, не попадают под действия закона, который 24 ноября Верховная Рада приняла, президент еще не подписал. Поэтому я считаю, что общественность должна добиваться того, чтобы выделения денег на коммунальную газету из бюджета не было. Тем более, как правило, высказаться депутатам оппозиционным к местной власти в этой газете эти депутаты возможности не получают. Это то, что касается больше расходной части. Теперь то, что касается доходной части, я думаю, Игорь дальше скажет больше по кооперативной схеме, потому что на каждую сессию фактически 50-100 гектар земли выносится для бесплатного передачи в собственность. Мы делаем обслуживающим кооперативам, которые по сути своей не являются, которые противоречат земельному кодексу создания этих кооперативов, противоречат жилищному кодексу УРСР, которые до сих пор действуют в Украине. Поэтому на каждой сессии харьковский бюджет недополучает от 75 до 100 миллионов гривен только на вот этой кооперативной схеме. Плюс еще то, что просто земля, земельные участки продаются по цене в 3-4 раза меньше, чем рыночная цена. Реализуется имущество, недвижимое решение Михайловского исполкома тоже в 2-3 раза меньше. Из-за этого мы получаем в итоге закладываемую цифру в бюджет 315. Это на податкове надхочень, а плюс доходы к капиталу еще 75 миллионов. То есть 6,1 процент это только то, что зарабатывает городской бюджет. Если мы посмотрим, бюджет развития у нас там 1,7 миллиарда. То есть бюджет развития города у нас фактически финансируется тоже из центрального бюджета. Следующее, за что Демальянс выступает, это за сокращение целевых городских программ. 29 целевых городских программ, на некоторые из которых выделяется 500 тысяч миллионов гривен, которые безусловно не помогают решать те цели, под которые программа создавалась. Причем есть программы, которые еще тянутся с 2010-го, с 2011-го года. То есть не пересматривались цели, хотя уже давно все изменилось и в мире, и в Украине. То есть очень много условий, внешних факторов поменялось, которые предполагают изменение и целей программы, и средств достижения. Но эти программы не пересматривались, на них продолжают выделяться деньги. Поэтому, то есть 29 целевых программ, практически на каждый департамент по целевой программе. Мы предлагаем все-таки определить 3-4 социальных целевых программы, которые действительно, на которые 2,7 миллиарда, на которые выделяются на все эти 29 целевых программ, можно решить гораздо проще, определив приоритетные программы, которые позволят действительно решать те цели, целевых программ, которые обозначены. А не просто на программу развития футбола 500 тысяч гривен. Это просто смешно, что можно развить за 500 тысяч гривен. Еще возмущает цифра, вот здесь заместят для паркувания транспортных засобей, в сплачении юридичной особы складают, в бюджет заложено 5 миллионов 690 тысяч. То есть это гораздо меньше, чем цифра, даже в пропорциональном соотношении, чем цифра, которая закладывается в бюджет Киева и Львова от аналогичных поступлений. На стипендии по честным грамотянам места Харькова вытрачается 7,4 миллиона гривен. В прошлом году еще Харьковского городского совета 6-го созыва фракция Батьевщина выступала за пересмотр данной статьи бюджета, потому что некоторые по честным грамотянам места Харькова не нуждаются, как многие считают хальковчане, в том, чтобы получать стипендии, потому что там достаточно обеспеченные граждане. В принципе, это то, что касается по бюджету. Хотелось бы еще затронуть тему по выделению земли, но я как-то не могу. Время, да. Спасибо. Вопросы? Есть вопросы? Двигай все дальше. Елена Ворону, прошу вас. Вопрос община с бюджетом. Действительно, наша доходная часть, она мает певные резервы, и мы видим, что с этим не работают. Я маю такий график, на якому, это, насправді, график, який нам дали в Міській Раді, то ті надходження, неподаткові надходження, вони не збільшуються. Мы должны работать над цією статьей и збільшовать неподаткові надходження з різних джерелами, впевнені, що їх досить для того, щоб це робити. Что касается витрат. Витрати на такие важливые социальные напрямки, как освета и охрана здоровья, они всегда презентуются загальной цифрой, это больше миллиона, миллиарда гривен, проте 99% – это субвенции с государственного бюджета, який витрачається лише на комунальну послугу, на зарплату вчителів, лікарів і всіх, хто працює в цій сфері, проте зовсім не плануються розходи на поточні витрати. Тобто, наші лікарні, наші школи не мають бюджету для того, щоб сплачувати свої щоденні потреби. Купувати крейду, щоб писати на дошці, купувати лампочки, ті потреби, які кожного дня будь-яка установа витрачає. На цього бюджета зовсім нема. Його нема ні на державному рівні, ні на місцевому рівні. І жодна з місцевих програм це не передбачає. Це певне безглузди, якщо ми маємо якусь установу, ми повинні її фінансувати. Що стосується программ, їх дійсно 29, ми все розуміємо, що місто не може розвиватися в цих 9 напрямках. Або ми виділяємо ті напрямки, які ми вважаємо розвивати, або ми просто розкидуємо гроші і даємо кожному департаменту скриньку, з якою можна щось витягнути. Наразі це саме така скринька і це 30% від загального бюджету. Якщо бюджет попереднього року це 76 мільярдів, то ця скринька це 2,2 мільярди. Це 30%. Саме ці кошти можуть бути зорієнтовані на розвиток міста. Яке ми вважаємо найважливіші напрямки наразі є в місті. Це безспорна освіта, тому що вона повністю лежить на плечах батьків. В тій ситуації, які ми наразі маємо, що взагалі доходи людей зменшуються, утримувати цей тягар людям дуже важко. І це не повинно так бути, тому це, мабуть, найважливіша тема, яку ми вже підіймали, і будемо наполягати, щоб витрати на освіту за рахунок міського бюджету були збільшені. Також це стосується охорони здоров'я. Охорона здоров'я не розвивається, лікарні в цьому році запланувано аж 88 мільйонів на всі лікарні міста Харкова. При цьому в цій сумі, що більше всього дивуються, 3 мільйони на фотоальбоми. Тобто на всі пологові будинки це 11 мільйонів, на полікліниці чуть більше мільйона, і 3 мільйона на фотоальбоми. Це взагалі безгустя, такого не повинно бути. ЖКХ енергозбереження. Програма енергозбереження була написана в 2010 році, вона не була переглянута, вона не була змінена. Програма, що стосується ОСББ, складається аж на двох аркушах, і це взагалі просто перелік тих статтей, які можуть бути профінансовані з міського бюджету і направлені на підтримку ОСББ. Це навіть програмою не можна назвати. В світі цього, що з 1 липня взагалі буде змінена підход до житлової комунальної сфери, програма повинна бути суттєва, і вона повинна враховувати ті зміни, які вже відбулися. Це відсутнє. Також ми підіймали питання на комісіях і виступали з тим, що ми повинні підтримувати людей, які вже можуть взяти відповідальність за свій будинок, які вже створили оці самі ОСББ, то їм не треба додавати до їх ремонту. Давайте ми їх стимулюємо через якусь субвенцію з державного бюджету, через якісь гроші, які вони будуть отримувати як стартовий знос на рахунок ОСББ, і з цього робити якісь ті аварійні ремонти, які вже накопичилися за багато років. І тоді люди будуть легше йти і робити цей крок, приймати відповідальність за свій будинок, а далі це призведе до того, що з міського бюджету витрати будуть зменшуватись на утримання ЖКХ. Тому що, якщо кожного року буде більше таких підприємств, які самофінансовуються, а самоотримують свій будинок, що є найбільш ефективним, ніж та система житлового комунального господарства, яку ми маємо наразі, то ці витрати, які наразі це більше мільярда гривень, які закладені на все, на ремонт, на капітальний, на підтримання 80 мільйонів, це лише підтримання тих ЖК, які наразі є, тому що вони всі є збитковими. Тобто цю систему треба перестати фінансувати. Ми не повинні фінансувати те, що немає соціального підгрунтя. Тоді можна говорити про розвиток і подальші шаги в сфері розвитку міста. Також декілька цифр, які хотіло б сказати, про що ми будемо казати також на сесії. Є такі програми, як, наприклад, утримання тварин, дуже важлива програма, але вона щороку фінансується в одному і тому ж розмірі, немає результатів. Тобто, якщо програма була впроваджена, через декілька років вона повинна дати результат і прийти або на самофінансування, або бути зорієнтована на якусь іншу сферу, не може б бюджет протягом 5-4 років фінансувати одну програму, яка виглядає як бізнес-проєкт. І таких бізнес-проєктів дуже багато. Тому треба відділити комунальні підприємства, які повинні бути самофінансовані, і ті комунальні підприємства, коли завжди мають бути мати дотації з міського бюджету, їх підтримувати. Тоді ми будемо розуміти, де ми заробляємо і як ми витрачаємо. Дякую. Спасибо большое. Я хочу буквально в конце, после презентації аналізов, прокомментировати ті графіки, які я вам роздала і комуніцію показати. Ребята назвають дуже багато цифр, цифри великі, їх воспринимають на слух достатньо тяжело. Поэтому, спасибо, група людей, які в Фейсбуці називаються «Благодійність у сфери Освиті». Ну, вони помогли нам, в общем-то, изложити всі цифри в таких простих наглядних графіках. Куди ж одеваються цифри? Саша Чумак вначальний сказав, що хайковський бюджет формирується із трьох составляющих. Ігор Ченек теж такий вложив подробний пост на Фейсбуці, можна ознакомитися подробно, да. То есть, у нас є три составляющі наполняємости бюджета. Це налоги, які відносяться к введенню київського правительства, центрального правительства. Государственні транши в наш бюджет, це теж регулюється, знаходиться в введенні київського правительства. І вже третя составляюча – це якраз то, що город десь зарабатувати сам. І якраз по цій составляющій ми можемо проверити ефективність роботи городської власи. Ефективність городської власи можемо ли ми проверити? То есть, на первій сессії Геннадий Адольфович, в принципі, заставив своїх депутатів проголосувати за вот эту вот структуру городського совета і исполнительних органів, чьи відповідність якраз наполняємость нашого бюджету. Вся структура отвечає за наполняємость городського бюджету. Вот за ту третью часть, за счет которой город должен жить. На що же вони эффективно зарабатывают? Ми можемо посмотреть, що якраз податок на збердоход. Київська, то, що перві нижні две полоски – це то, що регулирується Києва. І місцеві податки – це то, що зарабатує сам город, скільки він зарабатує. Як же эффективно тратить? Громче, громче, да, да, додавляйте. Да, там по этой термічної інші надходження – це то, що зберігається. Город зарабатує. Містеві податки – це то, що зберігається в рамках бюджетної децентралізації. Остається більше кількість слів. Субвенції з господарського бюджету – це, опять же, по цьому проєкту, в результаті субвенції буде на 2,5 млрд більше. Тобто у нас сейчас бюджет на уровні 6 млрд гривень. Буде бюджет после принятия государственного бюджета на уровне порядка 8,5 млрд гривень. Соответственно, вот це количество субвенцій, оно ще увеличиться і буде около 4 млрд гривень, буде составлять, в принципі, где-то около половини бюджета. І налоги на доходи фізичних ліц – це, опять же, после того, як була проведена бюджетна децентралізація, більшість от налогів на доходи фізичних ліц, вона остається в містних бюджетах. Сейчас, поскольку непонятно, какой буде налоговий кодекс, опять же, вот эта сумма не является до конца чёткой. Потому что в зависимости от того, какой будет доход на налоги фізичних ліц, что будет проголосовано Верховной Радой, буде определяться этот показатель. Город зарабатывает сам вот эту верхнюю колонку, інші надходження, сюди включили так называемые неналогові поступлі. Там около 500 млн на санклере цифра. И дальше, если я буду говорить... То есть это продажа земли, сдача земли, сдача земли, сдача земли... Туда полностью всё входит, всё, что хочется по себе зарабатывать. Да, чуть-чуть дальше раскрою. Как же не трати? Я хочу додаток, якщо можно, стосовно фізичних податков. Якщо місце хоче контролювати фізичних податков, то, наверное, має це робити. Наприклад, є такий податок на нерухомість. Вони не виконали в цьому році план з цього податку, тому що взагалі-то не працювали. Це треба робити реєстр, треба працювати з реєстром, треба працювати з податковою. Акцизний звіль, найбільш корумпований податок в нашому місці, проте це реальне надходження до місцевого бюджету. І паява участь, у нас порядка 11 млн наступний рік запланована. Для такого міста це копійки, тому що це, мабуть, найкорумпованіша складова, коли якийсь новий об'єкт, велика модернізація відбувається, то забудовник повинен внести від 1 до 10% байової участі в благоустрою міста або те в якоїсь території. От через такий ренч від 1 до 10% приймається рішення взагалі тою однією людиною, яка працює в міській раді. І, на жаль, без хабаря вона визначає дуже великий податок. Я тут не додавив, просто на ОСББ, кстати, я говорив, 7 млн 160 тис. У нас 863 доми ОСББ, ЖК і ЖБК, на один дом выделяється 8200 гривень. Тобто, ну, це, ну, никакого стимула брати кредит у тих, хто зараз уже ОСББ создав, немає. І, получается, у нас в городській бюджет і національні, і містні налоги, і господарственні налоги оплачують жильців, в тому числі і частних домів, але в те ж время вони ніколи не дождися ремонта, реконструкції. І в те ж время ми стимулируємо то, що те, хто не хоче брати відповідь відповідь, і продовжують фактично фінансуватися ремонт, реконструкція домів кримінальної собственності. Досі я однову. І давайте посмотрим, як же ми тратимо, на що ми тратимо наші гривень. Ми видим, що охрана здоров'я, о чому ми попросимо сегодня розповідати, отхватає ли цих чудовиделених средств Олександра Золотарєва, як експерта по медицині в Харківі. Ну, вот, ми видим, що охрана здоров'я менше всього в городі волнує нашу городську власть, органами місцевого самовредовання більше, ремонт і утримання дорог, освіта, да? Вроде бы, где-то как-то здесь цифры соотносяться. Ну, давайте посмотрим еще предметнее, если мы посмотрим крупнее, да, в цифрах. Охрана здоров'я, органами місцевого самовредовання, это на себя тратим мы на любимых. Освіта, в этой цифре 53 млн у нас, но в этой цифре 41 млн – це, опять же, ремонт, строительство, крыши. Ну, це точно косвітінь і інші, віддатки – це вот те программы, о которых ребята говорили, да, 29 программ, де даже не расписано на що. Вот проще-то інші, віддатки, цілеві программы і все. Як эти деньги расходуються? Вот, більш конкретно, образование. Т.е. город у нас тратит, есть сумма городской траты і є субвенція із центра. І вот здесь город у нас тратит на охрану здоров'я. І з собственного кармана, вот так нас волнує охрана здоров'я, і субвенція з державного бюджету, яка йдет на покрытие коммунальних платежей і зарплаты, ми видим разницю. Спасибо, давайте предоставлю слову дальше выступающим. Земельнапросы, коррупція, Игорь Щернях, Харьковська. Особенность бюджета Харькова в том, що це бюджет двойного розпила. Т.е. у нас ідет розпил на вході і розпил на выході. Распил на выході ідет по розходам, розпил на вході ідет по доходам, т.е. тому, що город не получає, хоча можна получає. На самом деле, те цифри, які розповіли, не смішую, ну, например, це 50 млн от продаж земли всі за год, яка только буде продаватися. Це 25 млн доходів від продажі коммунального імущества, від личного, від земельних участків. І це 50 млн доходів від аренды коммунального імущества. Т.е. в принципі 125 млн грн – це то, що генерирується такими прибыльними, казалось бы, вещами. Якщо споставити, допустим, размер того, що город зарабатывает сам, то цифра у нас з 2010 року практично не растет. Т.е. якщо бюджет міжнарода, він постоянно увеличивається общий, то вот цифра, він завжди знаходиться на уровні где-то 300 млн грн. І якщо в своє время це значально составляло 8-7% від общого бюджету города, то на сьогоднішній момент, якщо ми возьмемо тот бюджет, який ми получимо в результаті з субвенціями, то можна почитати, скільки це составляє 300 млн от 8 млн. Це взагалі абсолютно мизерна сума. Безусловно, більші частина з цих средств, вони могли б бути получені від продажі земельних участків. Але які схеми существують в городі, об одному з них Євгений Лисичкин вже сказав, і вона, в принципі, буде планируються бути реалізованно. Це не продажа. Це не продажа. Да-да-да, я щас вже розкажу. Це не продажа. Планируються бути реалізованно на ближайшій сесії. Це так называє предоставлення землі кооператива. Ми почнемо з того, що в СССР було законодателство абсолютно логичне, абсолютно понятне. Якщо люди требують улучшення жилищних условий, і у них є средства, щоб построити себе многоквартирний дом, вони можуть об'єднитися, создати ЖСК, жилищно-строительний кооператив, получить землю под этот ЖСК і построити себе дом в результаті в ньому потім жити. Вот эта схема, она была закреплена по кодексу жилищному, порядок создания этих кооперативов, был утвержден типовой устав і т.д. І много домов действительно так строилось. В Харкові с некоторой спори, а именно з 2008 року, ця схема начала реалізовуватися дуже интересно. Т.е. создаються так называємі обслуживаючі кооперативи, які просто в названні пишуться – ЖСК. Хоча, по сути, вони такими ЖСК не являться. І потім город, цим кооперативом, поскольку в названні ж написано ЖСК, ми ж не должны перепроверять, які там документи, хто його создав. У нас ЖСК попросили, ми для ЖСК земельку виделили. Так вот, на ближайшій сесії на ЖСК планирується в общій сложності передача 50 гектарів городської землі абсолютно бесплатно. При этом ЖСК эти тоже довольно интересны. У нас є один, скажімо так, ЖСК-фаворит, который в результаті получит більше 46 гектарів. Це ЖИЛСТРОЙ-1. Безусловно, никакого совпадения в тому, що управління ЖИЛСТРОЙ-1 є членом сполкома городського совета. Нету никаких фактов коррупції. Просто дуже хороші ЖСК, які в результаті всі можуть зайти на сайт і розповість, що ці квартири потім продаються. Т.е. город предоставляє землю для застройки бесплатно, застройщик строить недвижимость, продає квартиру, при этом город, скажімо так, не получає нічого. Безусловно, чиновники могут рассказывать о том, що ми же получаємо определенну частину квартир в цих домах і т.д. Але квартири в домах вони получають на самом деле от любого застройщика по закону, вне зависимости от того, як ему передавалась эта земля под застройку. Тому, в принципі, якщо так брати, мим, чистую схему того, коли в частну собственность передається земля, яка принадлежит городу, бесплатно. Для того, щоб понимати, о ких сумах идет речь. Есть у нас на этой сессії решення, связанное з продажей земельних участков. Усредненно, це абсолютно усредненно, ще раз говорю, стоимость одного гектара в Харківі составляє около 2,5 млн грн. Один гектар, да, понятно, там есть нюансы, какая это земля, целевое назначение, где она находится, но средне арифметическое 2,5 млн грн. Если мы возьмем 50 гектаров, которые деребанятся на ближайшей сессии, умножим по 2,5 млн за один гектар, мы получим сумму 125 млн грн. Город мог бы заработать от той земли, которая будет только на этой сессії рассмотрена. При этом не забываем, что бюджетом у нас предусмотрены поступления в размере 50 млн в общем и целом заголовок. Но город у нас не только раздает землю справедливости ради, надо сказать, что он ее еще и продает. Продает он ее тоже, очень интересно. И хотелось бы, вот два примера, об одном из них я уже говорил и писал, об одном не успел. Сегодня обязательно это сделаю. Это каким образом определяется вообще цена земельного участка. Но все мы знаем историю с Александром Поповым. Когда у него был сначала земельный участок площадью 4 сотки за эту сумму, а потом оказалась техническая ошибка, площадь участка в два раза уменьшилась и получается, что уже у него участок 2 сотки. Но это еще не все. Рядом с Александром Поповым пункт 2 этого решения был о продаже земельных участков. Земля продавалась двум лицам. Физическому лицу предпринимателю и обществу с ограниченной ответственностью мебельная фабрика Константы. Так вот, они должны были получить земельный участок площадью 120 соток или 1,2 гектара стоимостью меньше, чем за миллион гривен. То есть цена одной сотки составляла по проекту решения 8000 гривен. При этом в прошлом году им уже продавался соседний земельный участок, по кадастру он бьется один в один, такой же рядышком находится. Тогда стоимость одной сотки составляла, была 16800, ну то есть в два раза больше, чем 8000 гривен. Этот вопрос, соответственно, я озвучил начальнику департамента земельных отношений Горсовета Бородину и спросил, а почему у вас так получается, что за год земля, которая в два раза подешевела, если она в гривневом эквиваленте, уж точно дешеветь не должна, если доллар растет. Он сказал, что да, мы разберемся, выясним почему и так далее. Разобрались, выяснили, теперь в результате продается не 120 соток земли, а 46 соток. И цена там не чуть меньше миллиона, а чуть больше миллиона. То есть в сухом остатке сэкономлено городу 80 соток земли, и цена земельного участка просто после одного вопроса, заданного на комиссии, выросла в три раза. С 8000 гривен до 24. Вот это пример того, что бы было изначально и чего можно добиться, задав просто один вопрос на комиссии. Поэтому мы призываем всех совместно мониторить вот эти вот проекты земельных решений, и мы обязательно будем по всем проектам задавать вопросы, выяснять и находить вот эту вот коррупционную составляющую. Она есть, и это, поверьте, ни в один, ни в два, ни в три раза. Город может зарабатывать в десятки раз больше. Спасибо. Можно добавить? Просто, пожалуйста. Не, я добавлю. Да, я просто, ну, например, к тому же Александру Попову и Габриэлю Михайлову тоже продаются квартиры по стоимости одного квадратного метра 100 долларов. Грубо говоря, ну, если на рынке она стоит там около 600-700 долларов, это там в плохих районах. Это тоже город теряет, и вот эти все потери, мы вчера выкладывали или позавчера информацию о том, что депутату Верховной Рады Писаренко сдается в аренду бесплатно помещение в Дежинской райадминистрации площадью 60 метров. Я думаю, что если бы депутат хотя бы формально заплатил 2000 гривен в месяц, я думаю бы, ну, ничего бы не было. Небо на землю не упало. Вот, и такие вещи, то есть это везде такая схема, она в каждой, ну, реально в каждой какой-то тематике, везде такие маленькие-маленькие схемы, маленькие-маленькие потери, и большие потери, когда выделяется земля больше 50 гектар бесплатно, фактически, на этой сессе, на каждой сессе 150, 100-50 гектар выделяется тоже, то есть бесплатно. И это все будет возможно до тех пор, пока собственность будет продаваться, вернее, продаваться или сдаваться, отдаваться бесплатно, без аукциона. То есть аукционы реально на квартиры, на землю, они решают эти вопросы, ну, конкурентные аукционы, ну, конечно, конкурентные аукционы убирают такой момент, как занос. Ну, не убирают, а делают его, скажем, менее... Занос меньше и тяжелее. Меньше и тяжелее, да, усложняют схему, то есть если, то есть занести уже сложнее, есть другие участники. Поэтому наша и некая такая организационная позиция, что и, я думаю, что и партийная, что должны быть аукционы, и продаваться земля и собственность должна конкурентная, без всяких там привилегий кому-то там своим приближенным лицам. Спасибо. Сначала мы видим, как по заниженным ценам определенному кругу приближенных раздается или псевдопродажа осуществляется. А дальше мы можем проследить, я просто наблюдала предыдущие созывы, да, и господин Паков напишет заявление, как действующий депутат, у него есть льгота, он пишет заявление на то, чтобы не сразу внести эту сумму, а берет такую рассрочку беспроцентную на несколько лет, на 5, на 10 лет. В результате, мало того, что он покупает за бесценок эту землю, через 8 лет эта цена в рассрочке, она вообще в гривнах, да, она вообще теряет свою значимость. То есть это то, что якобы продали землю, продадут землю господину Пакову на следующей сессии, это не значит, что городская казна получит эти деньги. Это следующий момент, который можно проследить, как еще оборвывается наш бюджет. Спасибо. Еще дополнение? Дьявол кроется в деталях, да, то есть вот на один из сайтов, это вот, ну, грубо говоря, так, как может выглядеть, там, я сегодня первый попавшийся, там, так сказать, сайт закладки открыл, то есть, ну, вот, современный сайт выглядит примерно так, да. Вот, вот, шаблон этого сайта либо бесплатный, либо стоит, там, до 10 долларов на бирже, программная часть тоже, в принципе, может быть бесплатная, если, скажем так, вы хотите его программно защитить, ну, то есть, как бы, это будет, ой, 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 а можно как-то еще... То есть, скажем, ну, условно говоря, потратить какую-то сумму, теперь давайте, я это к чему веду, да, что создание такого сайта по бедности, вот, предыдущего, да, то есть, оно может там уместиться порядка, там, в 200 долларов. Вот это вот сайт, экономический атлас, который направленный на инвестиционную привлекательность города Харькова, вот, ну, да, он сверст там, там, по принципу таблиц, да, то есть, эти принципы применялись, там, в верстке сайтов, там, лет 5 назад, вот, ну, новости тоже, там, набиты в течение двух дней, заканчиваются, там, апрелем месяцем. На следующую страничку, да, вот они там расставили еще гугловскую рекламу, зарабатывают что-то там. Немного, видимо. Вот, вот на содержание этого сайта, так сказать, выделяется 340 тысяч гривен, ну, наверное, которые должны повысить серьезную инвестиционную привлекательность города Харькова и так далее. И подобного рода проектов, ну, вот, как там, в целевых программах, да, их там очень много существует. Ну, можно дальше, то есть, коррупционная составляющая понятна. Да, в целом, в целом, в целом. Все, да? Спасибо. Там прислали. Ну, вот, да, да. Ух ты, все, на каждой кликнув мы получаем примерно такую же картинку, то есть, объявление, там, Warcraft из гугла, там, и т.м. И обратите внимание, что сделает инвестор, да, что сделает инвестор, зайдя на свой сайт. За 400 тысяч. Скорее всего, он больше никогда не придет в Харьков. Да, английской версии нет, только украинская версия существует. Все инвесторы внутренние. Это еще 340 будет, да, Плюс? Да, что планируют запустить англоязычную версию, потому что это очень важно. Да, так они быстро отошли. Да, я очень надеюсь, что этот сайт не продвигался в гугле. Да, я надеюсь, да, что его никто не увидит. Да, его инвесторы не видят. Это же зимой технической версии. Пожалуйста, верните с нами. Там нельзя сравнивать, допустим, сумму, которая выделена в коммунальном предприятии Харьковское известие, Харьковское, там, например, со Львовом или там с Одессой, потому что в штате там находится еще, в штате газеты, коммунальное предприятие Харьковское известие, находится телевизионная группа, которая превышает штат, так сказать, газеты там раза в два или в три. Вот, они создают продукт, который каждый день мы видим на экране седьмого канала, и который называется тоже Харьковское известие. Вот, и главная проблема, насколько я понимаю, заключается, ну, они тихо отомрут, согласно закону, который принят о разгосударствении СМИ. Вот, там никак нельзя не выделить на следующий год им деньги, поскольку, ну, скажем, год у них еще есть. А вот через год, понятное дело, что они там должны будут искать другие формы существования. Но главная проблема, насколько я понимаю, она состоит в монополизации эфира представителями одной известной политической силы, которым принадлежит, собственно, в штате большинство. Стоимость одного экземпляра, 91 гривня, это тоже как-то так. Что-что? Стоимость одного экземпляра, там, получается, 91 гривню выходит, если посчитать на тиражей. У вас есть все равно, не понимаю, почему на экран ли выходит, но вот, вот, Харьковские известия занимают вот такую долю среди других региональных программ. А вот это, как раз, вот, если бы был бы сайт или e-government, о котором так говорят, вот это, вот, выделение на информатизацию, вот, не так, чтобы идти в ногу со временем. Это верх, а вот это Харьковские известия. Да, здесь можно как бы говорить о том, что не финансируются какие-то программы, какие-то финансируются, а не прогласим. В этот раз нам предлагают создать еще 9, да, коммунальных предприятий, 9 зелком-сервисов вместо одного. Я вам могу читать даже, почему. Пояснительная записка господина Нехорошкова, для чего создается 9 зелком-сервисов. Для повышения эффективности содержания и обслуживания жилых домов города Харькова предлагается создать 9 коммунальных предприятий и полномочия, которые будут включены обязанности по содержанию и ремонту жилищного фонда. Дальше, самый интересный пассаж. До момента проведения конкурса на определение их управляющими жилищным фондом, то есть конкурс, да, цвет может быть любым, предусловив, что он будет черным, да, то есть они уже будут потом управляющими. Собственно говоря, то есть то убыточное предприятие, которое у нас существует, которое только берет с нас деньги, да, его клонируют в 9 раз больше его станет. Нигде не указано финансовое обеспечение этого создания, нигде не указано, то есть ни сроки проведения конкурса, ничего, но я так понимаю, что это ничего нигде нет, да, то есть дейсно эти 9 предприятий создаются для того, чтобы они стали управляющими компанией. Есть такая колорная информация, что 1 метр отримания будет коштовать порядка 4 гривен, то есть это увеличение майже в 2 раза. Да, увеличение расходов. Квартлаты. И поэтому, и пока что на комиссиях сказали, что для створения ничего не треба. Говорят, что вы их створюете, если есть сейчас коммунальные предприятия, а нехай они принимают участь в конкурсе. Нет, для конкурса треба новая чистая компания, без сбытков, и она должна выиграть эту компанию. И как бы смысл в чем? Они создают эти предприятия, но сами предприятия, они, насколько сейчас говорится, это будут предприятия пустышки. То есть на них не будет реально никакого имущества, на них не будет никакого штата людей, которые могли бы оказывать какие-либо услуги, и они будут заключать договора с жилком сервисом. То есть если создается 9 новых жилком сервисов, это не значит, что старого не будет. Предприятия, которые призваны приносить доход в город, которые призваны управлять коммунальной собственностью с прибылью, до сих пор существуют и тянут сколько денег и бюджета. Почему не принято решение о открытом аудите, почему не принято решение о, наверное, изменении формы собственности, о передаче их в более эффективное управление. То есть это очень большой вопрос, который необходимо, мне кажется, поднимать, потому что из 59 коммунальных предприятий, как минимум 40 выслуживают своего уничтожения. Например, вывоз мусора, который по стоимости является, наверное, одной из самых дорогих коммунальных услуг, по которому город зарабатывает порядка 17 миллионов, и ежегодно из тех коммунальных услуг, которые оплативаются с горожанами, но на следующий год запланирована на 15 миллионов еще и его дополнительная петрынка финансовая. Я думаю, что если бы этот комплекс вывоза годовых предходов дать какой-либо коммерческой компании, которая смогла бы им управлять эффективно, отдавать доходы, платить доходную часть бюджета, то это было бы гораздо более эффективно, гораздо более правильно. То есть это только малая часть. Который благоумский, который у нас получает порядка 20 миллионов финансовой петрынки, при том, что мы видим сами, насколько неэффективно работает КП «Благоустрий», когда у нас высаживаются долетники, когда у нас на полив этих однолетников уходит колоссальное количество воды, когда у нас неэффективно распределяются вообще все ресурсы, выделенные на это коммунальное предприятие. КП «Спорт для всех». КП «Спорт для всех». Так, в целом росте заплановано 25 миллионов на финансование. Да, из 33 выделенных. Это таки майданчики. 33 миллиона выделено на финансирование спорта в городе, из них 24 отправляются на КП «Спорт для всех». Целевое назначение этих средств Игорь Юрьевичу не ответили. Ну, ответят они же никуда не денутся. Ну, сказали, что только городской голова знает, откуда отправляются эти 24 миллиона и где будут они расположены. Якщо освіта хоче установить майданчики в школах, в цьому році было установлено 9 мультифункциональных майданчиками в школах по одному майданчику в районе, то це теж займається спортом для всіх. Не гроші на освіту, а все пропускається через коммунальний підприятий. Це таке ж питання, якщо є профільний департамент, навіщо цим займається?